привет всем кто смотрит записи, привет кто смотрит онлайн, заходите на наш стрим, стримим каждый день на ютубе, на твиче, привет вам от всего ютуба, привет вам от твича, чатики я думаю не передадут, вот так что сегодня поговорим о всей мастерской по названию, вы это уже поняли, и еще сегодня перекуем одну руну, я купил 3 камня с мастерской, о которой мы поговорим сейчас, и попробуем перековать, может больше скорости получим, чем есть в данный момент, итак начнем по порядку, мастерская, вот так вот и будем рассматривать слева направо, первое что вас перекидывает, на что вас перекидывает, это руны, крафт рун, конечно же низший класс никто не крафтит, потому что здесь от 3 до 5 звезд, ну зачем оно вам надо, не тратьте ресурсы, честно, крафтить, сразу говорю, вы можете, даже если вы там первый, второй день играете, у вас каким-то чудом выпали эти нужные ресурсы, можете крафтить сразу высший класс, вам не нужно, если вы начали крафтить сначала низший, потом средний, потом якобы высший, сразу копите на высший класс, потому что у вас будет падать от 5, гарантированно, до 6 звезд, От синий до, соответственно, легендарный. Три варианта. Синяя, розовая, либо легендарная. Она же оранжевая. Да. Так, дальше. Что еще по этому можно рассказать? Ну и здесь выбирайте, какую вы хотите руну скрафтить. Чаще всего, лично мое мнение, что крафчу я и что крафтят люди. Самые популярные крафты это, конечно же, Свифт, это Деспайр, это Виолент и Иммунитет. Кому-то, допустим, если не хватает Вампирика, он еще крафтит Вампирик. Кому-то, может, еще Фатала не хватает. Но это уже более редкие крафты. Самые популярные это, конечно, Свифт, Виолент и, соответственно, Воля. Он же Иммунитет. Чаще всего крафтят именно это. Так, переходим к Свифту. Вам нужны, допустим, зеленые эссенции, которые падают в перспективе и чаще всего с 10-го гиганта. С 10-го гиганта они падают от 9, по-моему, до 12 штук. Поправьте меня в комменте, если я буду неправ. Они падают именно с повышенным шансом и с повышенным количеством на гиганте. Вот эти вот серые штуки, они падают в приоритете на некроманте. Но на гиганте и на драконе вы их тоже можете выбить. Но на гиганте и на драконе они падают что-то типа от 4 до 6 штук. Многое вы их не набьете. Поэтому, если Вам нужны зеленые, Вы в приоритете формите гиганта. Нужны красные. Вот. Нужны красные, Вы формите 10-го дракона. И, соответственно, вот этот вот хаос Вы формите его на некроманте. Все здесь взаимосвязано и циклично. Но при этом многие делают как новички. Они формят 10-го гиганта до посинения первые даже полгода. И выбивают в любом случае еще и вот эти вот руны серые и, соответственно, красные. Хоть по чуть-чуть, но им падают. И они крафтят, формя 10-го гиганта, они крафтят еще виолент, который падает как бы с 10-го дракона. В этом тоже есть некий смысл. Но далеко не часто Вы соберете хороший комплект таким образом. Поэтому Вам в любом случае надо будет формить 10-го дракона, чтобы как бы крафтить еще дополнительно тот же виолент. Крафтить все, что хотите. Крафтите сами приоритете, что Вам больше нравится. Сегодня мы тоже по-быстрому скрафтим. Не знаю, будет ли это в записи или нет, чтобы просто времени тянуть всего этого гайда. Поэтому крафт максимально полезный. Это высший класс. А руны уже смотрите из того, чего Вам банально не хватает. На крафт Вы тратите 50 тысяч маны. Виолент он немного себя окупает. Даже если Вы продаете там синюю, какую-то розовую руну, Вам возвращают от 20 тысяч маны. Это хоть как-то окупается. А вот свифт, он очень дешевый. Вам зачастую будут возвращать 5-10 тысяч маны. Крафт очень дорогая штука. И зачастую в 90% случаев он себя честно не окупает. Я уже крафчу эти руны, сколько его ввели этот крафт год. Если не больше, крафчу руны уже вот весь этот год. И нифига хорошего я отсюда не выловил. Кроме последнего крафта, я крафтил свифт и более-менее неплохо все это дело было. Да, повылазило несколько легендарок и это лучший мой крафт был, получается, свифта. Так, едем дальше. Порвенно мы все рассказали. Идем, теперь переходим к гумункулу. Гумункула у Вас всего в игре может быть 2. Один стихийный и другой хаос. Но не хаосный, а собственно света либо тьмы. Вам изначально, если вы крафтите гумункула, допустим, там огонь, вода, ветер, вам дают огненного. Когда вы переходите в эволюцию навыков, вот здесь у вас будет огонь, ту стихию и тот навык, который вы выберете первый, у какой стихии. Вот такой стихией у вас и будет ваш гумункулу. Если что, там дальше уже вы можете посмотреть отдельные гайды у меня на ютубе по веткам и прочее. Есть отдельные. Какую выбрать, уже там определите сами. Как сбросить навык? Вот вы нажимаете сбросить, когда вы делаете первого гумункула, вам дают бесплатно одну книжку. Этой книжкой можно будет поменять, получается, вот стихию один раз бесплатно. Но, когда вы выполняете квест по гумункулу, эта книжка у вас лежит в квестах. Не забирайте ее в инвентарь. Не тупите, пожалуйста. Когда вы ее заберете в инвентарь, она будет у вас жить 6 дней. И не факт, что за 6 дней вы захотите поменять стихию бесплатно. Поэтому у большинства эта книжка тупо сгорает. Я эту книжку потратил правильно. Она у меня висела долгое время, когда я захотел потестить огненного гумункула. Я поменял бесплатно книжкой, а назад я уже потратил, соответственно, вот ресурсы. Можете сбросить полностью навыки, соответственно, либо за ресурсы, либо за кристаллы. Тут уже выбираете, кто на что гораст, кто на сколько богат. Когда вы сбрасываете навыки? Допустим, если я сейчас нажму сброс навыков. Сбрасывается ветка навыков. То бишь, я захожу, допустим, в огненную и выбираю себе нужную ветку в одну секунду. За это не надо будет платить. Мне не нужно будет опять идти формить там куски, чтобы прокачать каждый навык. Не надо. И скиллы, которые у гумункула, именно его скиллы. Да, вот эти вот. Именно вот эти скиллы. Они точатся дьяволонами. И они тоже не сбрасываются. Не важно, какую вы стихию выбрали. Вас игра как бы не обманет. Не волнуйтесь. Здесь все хорошо. Все законно. Соответственно, свет тьма делается подобным образом. Вы тоже выбираете либо свет, либо тьму. А потом можете поменять. Ну и одевается он как обычный стандартный персонаж. Там уже по какой ветке, можете посмотреть отдельное видео. Так, теперь по поводу зданий. Рассмотрим два вида. Полезное здание хоть чем-то. И абсолютно бесполезное. Оно называется декором. Декор, красота на острове. Там кому-то нравится. Он там делает всякие фишечки, что-то там рисует, какие-то пенисы. Пишет, что Аракис скатился и прочую дрянь. Можете мне присылать там, не знаю, в личку ВКонтакте. Если у вас красиво оформлено остров, можно будет сделать даже какой-то конкурс. Вот оригинально. Там не важно будет он красивый или нет. Самое главное оригинально. В общем-то вы поняли. Теперь пройдемся по всем зданиям. Да, и буду говорить собственно полезное и не полезное. Это здание. Что оно дает? Просто декор и ваши два монстра будут вот здесь вот красоваться. Это все, что оно дает. Вот здание можно купить один раз. Вот вышка, она у меня не куплена. Допустим, я могу вот сейчас создать ее. Вот создать, да? И построить ее вот здесь. Но я ее не буду создавать, она мне нафиг не нужна. Только место занимать будет. Понимаете, да, о чем я? Вы ее ставите на остров и у вас на этой вышке будет каких-то два монстра крутиться, которых вы туда выставите. И там какое-то действие, типа вспышка какая-то там. Лампочки горят и прочее, прочее. Каждое здание что-то делает. Но именно на игру как-то, на игровой процесс оно никак не повлияет. Поэтому делать это или нет, заморачиваться с этим или нет, дело сугубо ваше. Так, радужный пруд. Сюда вы можете поставить тоже два монстра. Они не качаются в этом пруде. Есть просто полезные пруды, скажем так, где монстры качаются. А есть просто там, где они себе, ну, отдыхают, назовем так, эти монстры. Чтобы они не бегали по острову, они будут в вашем этом радужном прудике. Я его, как вы видите, тоже не строил. Этот прудик тоже можно поставить. Туда два монстра можно запихнуть. Ну и для красоты, почему бы и нет, дело ваше. Этот остров я строил. Точнее, он, по-моему, всем бесплатно давался. Я уже не помню. То ли я его строил. Не помню. В общем-то, здесь тоже два монстра можно кинуть. Так, едем дальше. Здесь можно пять монстров кинуть. Просто декор. Здесь семь монстров. Вы ставите как бы главного монстра и еще шесть монстров. Ну, вот это вот командный пункт. Пункт он есть у многих. Вы понимаете, как он работает. Так, вот эта штука, она дорогущая. Ну, посмотрите, за 300 вот этих вот кристаллов магии и за 200 темных. Ну, мне как-то, знаете, впадло выфармливать, чтобы построить вот эту вот фишку. Мне просто жалко ресурсов и жалко времени. Потому что ты ходишь и выбиваешь вот эти ресурсы за счет того, что ты тратишь кристаллы. Чтобы построить здание, которое, по факту, ничего тебе не дает. Но чисто декор. Ну, тут уже дело сугубо каждого. Так, вот этих зданий некоторые у меня построены, какие-то нет. Вот вы ставите себе великана. Ну, допустим, как у меня дракон вот здесь вот где-то он был. А, я их всех попрятал, вот точнее. Вот видите, и он делает вот такую вот анимацию, типа крылышки. Это за донат, по-моему, было. Я уже не помню. По-моему, за донат. Ну, в общем, вот такие вот декор темы вы можете себе поставить. Как бы это тоже никак на игру не влияет, просто декор. Так, а теперь то, что вам помогает в игре и то, что повлияет на исход вашей игры. Кристальный дракон. Наконец-то первое полезное здание. Но оно стоит достаточно дорого. Его, чтобы изготовить, оно стоит вот здесь еще дополнительно 500 кристаллов. Помимо вот этих ресурсов, еще вам нужно потратить 500 или 600. По-моему, 600 даже кристаллов, я уже не помню. Оно дорогое. Но если вы знаете, что вы будете играть в эту игру еще хотя бы полгода, оно себя окупит. Возьмите банально, посчитайте, в сутки вы получаете 3 кристалла. Максимум можете накопить 4. У вас может, там, допустим, вы там сутки не заходили в игру, и там еще 8 часов зашли и сразу нажали на этого дракона. У вас 4 кристалла. Бабах! Но больше он не накапливает. Вот. Поэтому это здание себя окупит, но не ранее, чем через какое-то там время. По-моему, почти полгода выходит. Оно чуть дольше себя окупает, чем кристальный этот гигант, которого вы покупаете за 300 кристаллов. Но у меня и то, и то здание. Поэтому, в принципе, оно себя окупает. Есть еще бесплатное, которое дается всем новичкам, как бы, фактически, бесплатно за маму. Так, дальше. Поле для тренировок. Вот поле для тренировок я его увидел буквально недавно, в первый раз. Оно тоже ничего не дает, ну, кроме того, что ваши мобы там опыт еще получают, да. Но минус всех этих зданиях, то, что на этих зданиях, когда монстр берет уровень, нужно нажимать кнопку, чтобы он апнул левел. В этом, как бы, минус всех этих зданий. Я надеюсь, этот баг когда-то пофиксят, и мобы себе будут качаться. Вы их поставили, через месяц вспомнили, они у вас уже там 40-й левел. Ну, как примет, да, просто. И есть еще некий буст, который 7 дней, 7 дней бустит всех ваших мобов, которые, это все называется садиками. Все называют эти здания садиками, в которых вы, как бы, выращиваете своих отпрысков. И, соответственно, сюда можете засунуть 5 монстров. Один главный, который следит. А вот здесь будет 4 моба. И в чем прикол этого здания? Они именно дерутся друг с другом. Реально. Они друг друга бьют, и видно, что они друг другу урон наносят там какой-то. Ну, естественно, они не убивают друг друга, но это первое такое крутое здание, которое анимированное. Да. Они прямо реально друг с другом, вот друг напротив друга, кого вы ставите, они постоянно дерутся, сражаются. Якобы. Ну, визуально это прикольно смотрится. А так больше оно ничего не дает. Так, дальше. Летающая лодка просто для красоты, и все. Я ее даже не строил. Так, насчет конюшня с ветряком. Здесь вы можете, по-моему, лошадь установить, я уже точно не помню. Короче, бесполезная хрень. Так, и насчет хранилища зданий. Вы его наверняка построили. Сюда вы можете скидывать ненужные здания. И увеличивать там размер этого хранилища. Если у вас на складе, на островах полнейшая помойка, постройте хранилище зданий, и в него вы можете позакидывать вот кучу ненужных зданий. Допустим, я скинул сюда 10 вот этих башен. Всякие там колодцы. Все, что вы сюда скинете, оно будет работать. Будет. Поэтому я сюда скинул здания вот эти вот. Может кто-то не знал и боялся сюда их скидывать. Оно все работает, не волнуйтесь. Да. Поэтому смело можете сюда скинуть все, что вам мешает или не нужно на острове. Как видите, здесь до 20 ячеек. По-моему, увеличивать тоже можно. Я уже не помню. По-моему, можно увеличивать ячейки, естественно, так как здесь закрыто. И, собственно, сюда вы можете кидать все, что угодно. Все, что вам мешает. Так что пользуйтесь. Так, едем дальше. По следующей вкладке. Четвертой. Украшения. Ну, украшения говорит само за себя. Всякие грибы разноцветные построить можно. Можно поставить, посадить, вырастить, не знаю, лопатой выкопать. Здесь просто декор. Вы из этого можете себе там украсить остров не более. Ни на что оно никак не влияет. Просто абсолютный декор. Вся вот эта вот ячейка посвящена декору, не более. И особое, что есть самое интересное, конечно, в этой мастерской, не считая рун и гуманкула. Это особое. Вот. По поводу сундуков. Начнем с них. Первый сундук. Это обычный сундук. Честно, мы как-то запаривались, когда только ввели вот эту вот мастерскую. У меня было очень много вот этих вот мелких эссенций. И мы открывали каждый день по нескольку сундуков. Какой вывод сделать? Бесполезная трата ваших эссенций. Это ваши ресурсы. Честно, лучше с них переделайте в средние. Либо просто используйте дальше на какой-то крафт. Не тратьте на эту хрень эти ресурсы. Оно никогда себя не окупит. Чаще всего здесь 4 дропа. В маленьком сундуке 4 дропа. И чаще всего это мана и какая-то одна маленькая эссенция. Или там 5 кусочков там камней, еще чего-то. Ну, крайне редко вам что-то отсюда дадут. Очень маленький шанс. Вот с этого сундука уже повышенный шанс. Здесь вот вы можете посмотреть данные. Чего отсюда может упасть? Тоже 4 куска. Но здесь уже может чаще выпасть вам легендарка там и прочее, прочее. А здесь, по-моему, вообще легендарка не падает. Сейчас посмотрим. Да, здесь не падает. Ну, честно, ходить, выбивать вот 100 эссенций. Я вам скажу так. Я в среднем набиваю эсс, ну и выше, соответственно. Выше 3 эсс, извиняюсь. 4-5 лямов. Следовательно, это 3 эски. Значит, я выбиваю по 10-12 кусков. Вот этого каждого, да? Это мне нужно сделать около 8-9 заходов, чтобы открыть 1 сундук. Ну, ладно, давайте чисто для видосика, да? 1 сундучок взорвем. Давайте, показываю вам, кстати, этот за 10 тысяч, а этот за 5 тысяч. Видите, он даже в 2 раза дороже. Чисто для видосика показываю вам, что может быть с этого магазина. Но больше я не буду, потому что... Вы понимаете, да? Классный дроп. Ну да, здесь могут упасть руны с гидры. Оу, классная руна, епта. Оу май. Да. Давно я этот сундук не открывал и больше не буду открывать. Короче, вернулась только мана, а ресурсы я как бы профукал. Вот и все. Вам нужно 8-9 заходов сделать, чтобы получить 1 сундук. Да, чисто по приколу для какого-то видосика или там 10... Открываю там 10 таинственных сундуков и все такие, что за таинственные сундуки. Это типа можно было бы прикольно сделать. Но опять же, это нужно потратить кристаллы, чтобы выформить ресурсы на эти сундуки. А потом, собственно, открывать. Так что не знаю, открывать эти сундуки или нет, решайте сами. По приколу, конечно, можно, наверное, разок. Может вам повезет и вам дадут легендарку. И вы с нее получите, не знаю, вампира воды. Так, дальше. Портал таинственный зал тьмы. И здесь вы можете посмотреть доступных монстров. Хотя вы можете это посмотреть и через панель магазина. Но здесь вы можете быстрее посмотреть, какие монстры есть в SD-шке. А каких нету в SD-шке. И, соответственно, вы можете призвать одного рандомного монстра вот в SD-шке. Но у вас не должно быть в данный момент никакой SD-шки. Хотя у вас будет банально здесь, по-моему, закрыто. Вы не сможете призвать. Две SD-шки у вас никак не будет. И вы тратите на это вот пять вот этой вот пыли. Волшебная пыль. Ну, поняли, да? Снежок, который в носик запрыкивается. И десять средних там. Допустим, если вы тьму призываете, то, соответственно, десять средних тьмы. В тот день недели, который у вас, собственно, приходится, вы здесь можете и призвать. Допустим, завтра это будет огонь. Вот здесь можно будет призвать каких-то огненных монстров. Ну, тратить, наверное, никто бы не стал. Разве что сагильдейцы, когда помогают кому-то, они могут, знаете, попризывать. Побыстренько, может, чуваку, там срочно нужен какой-то монстр. Тогда можно помочь. А специально, ну, я бы не тратил десять средних эссенций. Честно, проще через чатик найти там какого-то себе друга, добавить его. И, соответственно, через него фармить эту SD-шку. Так что, ну, дороговато выходит. Ага. Да-да-да. Так, дальше. Теперь по поводу фрагментов легендарного свитка. Вот это одно из лучших введений в игру. Я никак не ожидал, что они такое сделают. Это прям топчик. Это крутотенюшка. В неделю вы можете создать, получается, 30 кусков легендарки. Если вы там, к примеру, донатите, либо вы очень много занимаетесь крафтом, и вы крафтите каких-то монстров чисто в легендарные куски, оно того стоит, но не знаю, оправдывает оно себя или нет, считайте уже сами. По цене не так дорого стоит, по 10 кусочков, вы видите, ну, недорого. Что сюда можно потратить? Истинных 4-звездочных персонажей. Что это означает? Они изначально вылезли вам четверками. Вот, вы берете 2 монстра, нажимаете ОК, нажимаете Создать. Вам дают 15 кусочков. Следовательно, каждую неделю вы можете тратить 4 ненужных вам четверки и сюда, собственно, сливать. Но подумайте 10 раз, стоит оно того или не стоит. Кого сюда 100% лично, я считаю, можно слить? Гексовых монстров, которых вы явно уже никогда не будете нигде использовать, и на скиллы они вам не нужны. Вы уверены, да? У вас все семейство проточено, у вас все есть. Допустим, все варвары у вас есть, и вам нападало еще десяток варваров, ну, зачем их копить, правильно? Вряд ли будете качать второго варвара, третьего, пятого одинаковой стихии. Вряд ли. Поэтому их можно уже сливать. Допустим, я сюда сильфов сливаю, потому что у меня и Тайрон, и Шемитай, и Боретта фулл скиллы. Ну, некому больше точить. А Свет, Тьма, как были нерадивыми, так и остались, как бы, априори. Но в теории можно тоже оставить. Сюда еще можно слить Хлою вторую. Обязательно. Она единственная в семействе четверка, кроме Светлой, конечно же. Ее можно сюда слить. Козлика Ветреного сюда можно слить, он бесполезный. Если вам не нужен доассист воды, тоже можно сюда слить. Этому Светлому вы всегда можете раскачать скиллы там огненными, а не трехзвездочными. Поэтому сюда можно сливать вот таких бесполезных каких-то монстров. 100% бесполезных. Когда уверены, что они 100% вам не нужны. Подумайте, я же говорю 10 раз. Возможно, вы просто скормите вот двух вот этих вот пацанов, а их завтра, к примеру, просто говорю как пример, их завтра нереально апнут, и вы будете думать, нафига я их скормил. А еще круче всего, когда вы сюда скармливаете два бесполезных монстра, а вам с легендарки вылазит такой же монстр, которого вы скормили. Ну, такова суть игры, рандом, он есть рандом. Так, камень переоценки. Я уже купил три камня, каждую неделю вы можете покупать три камня. Если вы... Часто задаваем вопрос, когда стоит, при каком рейтинге стоит набивать хотя бы на камни переоценки. Если вы там 10-го гиганта только начали фармить, еле-еле 10-го дракона, вряд ли вы будете набивать хоть какой-то рейтинг на этих камнях. Короче, скажу так, если... Посчитайте, сколько вы тратите, чтобы выбить 30 кусочков вот этого, 30 этого, и, соответственно, вот здесь вот. Честно, не набивая эски, крайне тяжело выбить вот этих вот 50 кусков чистого кристалла. Тяжело выбить. Это факт. А вот начиная с эски, они уже падают гарантированно. Следовательно, если вы не фармите эску, вам эти камни слишком дорогие выходят. Боком вылазит, скажем так. Очень дорого получается. Тем более, на 50 кусков на один камень. А вам нужно 150. Как видите, у меня их 999. Уже давным-давно набилось. Я только сегодня вот потратил. Буквально за пару дней у меня опять их станет 9999. Больше они не копятся, к сожалению. Так что их пока некуда тратить, кроме вот как вот камень переоценки и некоторые здания покупать. Вот они и копятся. Вот это уже тоже как бы копится. Гумункулы оба фулл скиллы. Поэтому вот эти эссенции тоже у вас, кроме камней, никуда тратиться не будут. Ну и, допустим, на легендарку чуть-чуть, по чуть-чуть. Поэтому в идеале, если вы хотя бы эску набиваете на огне, воде и ветре, то тогда можно фармить. Вот эску набиваете, все, можете фармить. Я вам гарантирую, что оно того стоит. Потому что эти камни, это просто не эпически классная штука, которую в Великой Мтуасе. У вас есть возможность с говняной руны сделать конфетку. Вот я себе таких уже сделал 4-5 рун. Там по 25, по 26, 27 скорости даже. Поэтому оно того стоит. Чаще всего перековывают это там руны фатал, ой, фатала свифта. Виолента и иммунитета. Но об этом у меня есть предыдущее видео. Там полный гайд по рунам, вы можете посмотреть. И там я об этом больше, более подробно рассказывал. Поэтому камень переоценки и, соответственно, легендарка. Это тут вот прям самое must-have. Но опять же, тут если у вас хватает четверок. Я далеко не каждый раз делаю из фрагментов легендарного свитка каких-то монстров. Далеко не постоянно. Если б я там, допустим, каждый день открывал паки по 100 баксов, то ладно, скорее всего мне бы хватало корма. Так, ну и здесь просто декор, как будут выглядеть ваши костюмчики для вашей Айрин. Какие-то вы можете купить чуть бы не на халяву. Вот, допустим, как здесь, да, достаточно легко. Здесь, допустим, вот долго будете, наверное, что-то собирать. Ой, я даже собрал костюм. Вот, вот этот костюм вы можете купить. Вот, видите, мне линии и тапочки еще покупать. Будет босиком бегать. Ну, а этот костюм, по-моему, давали на халяву всем. То ли я его собирал, я уже не помню. Ну, короче, здесь тупо костюмчики на вашу вот эту звезду. Главный секретарь. О, боже. Ну, смотрите, мне, допустим, впадло на нее тратить 300 светлых вот этих вот кусков. Я не знаю, может, они мне и не понадобятся, но все-таки. И впадло формить эти темные куски. И опять темные. Смотрите, сюда 300, сюда 200. И еще 200. 700 штук. 800 темных кусков, чтобы собрать на нее костюмчик. Да нафиг она мне впаялась со своим костюмчиком. И так, пускай гулая ходит нормально. Или вот в этом костюмчике. Ну, здесь вы можете посмотреть все ее костюмы. Вот там присмотреть, как что собирается и прочее. Все ее наряды. Есть какие-то за донат. Какие-то можно собрать через там онлайн арену. Ну, вы поняли. Ну, и мы еще хотим перековать сегодня руну. У меня три камня, которых я купил. Попробуем улучшить эту руну. Здесь изначально 14. Даже, по-моему, 13 скорости. Или 14, я не помню. В общем, попробуем ее перековать. Сделать с нее лучше. Потому что там выпала у нас получше рунка. И мы попробуем сделать с эту. Привет, Киттикет. Привет, хеллоу. Так, погнали. Ну. 50 скорости. Так, возвращаем назад. Если я не верну и выберу эту, то проточка спадет, соответственно. Да, если я оставляю назад, то проточка не пропадает. Так, ну. Вторая попытка. Ясно. Третья попытка. Мне показалось 34 скорости. Ай, блин. Так, это уже я потратил на нее 6 камней, по-моему, что-то такое. 6 или 9. 6 или 9. Что-то такое камней. Но ничего, я ее доточу до 25 скорости по Любасу. По Любасу. Прошлую руну, которую я переделывал, это была вот эта вот руна. И в ней вот вылезла. Даже если вот эту вот руну, видите, проточить, ну, плюс 4. Вот эту вот руну проточить плюс 4. И здесь, соответственно, 30-ку сделать защитой хотя бы. То она уже будет лучше, чем вот эта руна на Меган. Но мне впадло ее менять. Поэтому проще вот эту перефаршировать и сделать с ней лучше. А эта руна пойдет к какому-то другому саппорту. Как видите, с четвертым слотом проблемы. Мне бытия, ну, ускорить и прочее. Ну, ладно. Кому чем-то гайд помог, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Приходите на стримы. Если у вас есть какие-то вопросы личного характера по игре. Если у вас есть вопросы какие-то по делу, обращайтесь ко мне в личку ВКонтакте. Ссылка есть в описании. Посмотрите в описании под видео. И там есть ссылка на мой ВК. Добавляйтесь, добавляю любого. Если вам проще зайти на Твич, в Твиче тоже есть ссылка в описании. Либо на Твиче написать восклицательный знак ВК без пробела. И ссылку выдаст на нашу группу и, соответственно, на мой ВК. Есть вопросы по делу, пишите в ВК. Всем удачи, хорошего вам дропа, побольше топового крафта. И успехов в прохождении башни. Пока-пока.